Друзья, я уже не знаю какой видеоролик записываю по этим возвратам с AppStores, PlayMarket и вы мне постоянно задаете одни и те же вопросы. Что написать, какую причину указать, через какое время там приходят деньги. Вот у меня написан возврат, а деньги не пришли, хотя я все это уже рассказывал. Вы либо не досмотрите видео до конца, раз мне задаете такие вопросы, либо, ну я просто не знаю, тогда вы либо не слушаете, либо не считаете описание. Сегодня я вам рассказываю опять, внимательно досмотрите видео до конца, как запросить возврат средств с AppStore или PlayMarket. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Предложить вам посетить Екатулок. В данной поисковой строке вы здесь можете вписать вам необходимый товар, помимо того, который здесь есть существующий. Вот я, допустим, хочу посмотреть iPhone 12 какой-либо. То есть я здесь прописываю iPhone 12, могу сразу указать какие-то данные, а могу просто подождать, пока прогрузится информация и выбрать тот, который материал меня будет интересовать по моему данному запросу. Мы уже здесь можем видеть все те iPhone, которые высветились в данном меню, и мы можем уже видеть в каком состоянии, какой перечень магазинов нам представляет и какие цены. Но в правом углу у нас всегда ждет волшебное меню по подбору параметров. И мы здесь можем уже внести те данные, которые нас интересуют. Вот какой суммы мы рассчитываем по максимально. Выбираем марку, модели, по цвету, по категориям. Это будут смартфоны, еще какие-то модели, дисплей и так далее, и так далее. Все то, что в принципе нас будет интересовать и нам понравится. Отфильтруем тот список, который нас будет интересовать, и мы получаем желаемый результат, с которым мы уже можем ближе ознакомиться. Получаем товар, те магазины, те цены. И по всем тем перечням, которых мы указали, мы уже можем ориентироваться, выбирать какие-то цены. Можно проводить сравнение. Здесь мы можем увидеть честные отзывы, действительно, тех клиентов, которые уже покупали, использовали данный товар. Здесь все понятно, доступно, очень удобно. Все ссылки будут доступны в описании под видео, закрепленном комментарии. Для Украины, для России и уже в Казахстане. Смотрите, какая ситуация. Чтобы вы понимали, возврат доступен, в принципе, за более чем 500 дней. Но причина всегда должна быть уважительная. Какая? То есть, сначала я вам расскажу об этой причине. Причина всегда должна быть, что это не вы. Случайность не котируется на долгосрочный какой-то период возврата суммы. Если это какой-то короткий период, там вчера, позавчера, месяц, два, вы можете указывать причину, что вы сделали случайно. Но самая эффективная причина, это то, что кто-то с ваших маленьких детей, как бы несовершеннолетний. Этот способ на 99,9 действует, то, что вам вернут средства. О чем будет идти речь? Возраст средств, как с App Store, так с Play Market, за донаты, за подписки, за приложения, за какие-либо еще покупки, оформления и так далее, и так далее. Это работает на все две сферы. Я покажу, как это делается на App Store, и точно так же, как это делается в Play Market. Как будет выглядеть запрекленный комментарий. Поэтому, чтобы перейти в техподдержку по App Store, вам нужно перейти по этой ссылочке. Вы пройдете небольшую регистрацию, то есть, верификацию, вы нажимаете дальше, вы проходите по Face ID, Touch ID, либо вручную вводите пароль, регистрируетесь в вашу учетную запись. Здесь выбираете, что вам нужно. Это будет запросить у вас в Рассе, сообщить о проблеме, найти контент или так далее. Допустим, запросить возврат средств. Следующий у нас пункт, это была покупка сделана случайно, сделана ребенком, особенно несовершеннолетним, без разрешения. Вот это лучше всего подходит под все эти вещи. Выбираем дальше. Здесь запрос возврат средств, покупку. То есть, нам здесь нужно конкретно теперь выбрать, что это будет. Допустим, это будет InShot, к примеру, и ваше дело нажать только отправить. И все. По сути, ответ вам придет сразу же, то, что с вами свяжутся в ближайшие 48 часов, и дадут какой-то ответ. Все. На этом возврат, в принципе, и закончен. Все, в принципе, просто, доступно здесь и понятно. Вы также можете выбрать и другие варианты, то, что изначально мы проходили при регистрации. То есть, мы вернемся назад, запросить возврат средств, но выберем, допустим, какой-то другой пункт. Сделано случайно. Нажимаем дальше. Точно так же выбираем этот пункт и отправит. Но самое верное, я вам говорю то, что лучше сделано то, что я показывал в первом варианте. Это выбрано ребенком или несовершеннолетним. Все. Это точно сработает. Если будут какие-то вопросы, вы всегда можете мне написать. Я вас где-то подкорректирую. Техподдержка по Play Market. Нажимаете на первую же ссылочку. Вас перекидывают практически на форум. Здесь пишем. Возврат средств. Следующий шаг. Что у нас? Случайная покупка, запросы воззнатия средств, непосредственное списание средств и так далее. Выбираем, допустим, случайная покупка. Дальше. Указать причину. То есть, это был PayPal, баланс с Google Play, поддержкой карты или игры. Допустим, у вас игры. Нажали игры. Следующий. Следующий шаг. Электронную почту. Здесь указываете свое имя, фамилию, идентификатор заказа, который можете найти, посмотреть в списании Play Market и описание проблемы. Вот здесь важно. Здесь пишите. Я писать не буду, просто напишите, что здравствуйте, помогите решить ситуацию, было случайное оформление покупки. Допустим, даже не вами, а кем-то из ваших близких. То есть, может быть, младший брат, младшая сестра, это не имеет значения. Пишите, извинитесь, скажите, что поставите в дальнейшем двухфакторную аутентификацию, то есть защиту, пароль, и якобы больше этой ситуации не повторится. Все. Когда вы написали, нажимаете отправить. Все. И, в принципе, вам уже прилетит какой-то ответ. Ответ не придется долго ждать, максимум два дня. Возврат действует для Play Market, именно в Play Market максимум это 60 дней. Да, придется подождать, но сам факт, этот возврат вам будет. Может и быстрее, это максимальный срок, но, по крайней мере, вы вернете. И любую сумму при этом все. Во второй ссылке еще проще, то есть это с историей ваших заказов. То есть, когда вы переходите в Play Market, все те покупки, которые были вами созданы, вы просто нажимаете на приложение, сообщите о проблеме, возврат, и прямо здесь можете оформить. Но выбирать всегда лучше первый способ. Вы здесь можете посмотреть в истории заказов все ваши заказы, номер заказа, вписать то, которое я вам показывал по первой ссылке. Вы всю информацию возьмете здесь, чтобы вписать там. Вот. Поэтому используйте две ссылки, и, в принципе, ваша ситуация будет решена. Вот, друзья, я вам дал общую картину, дал, какие сроки возвращаются для App Store, какие сроки возвращаются для Play Market. Опять же, напоминаю, что возврат, как только у вас одобрили, вы ожидаете для App Store от 3 до 14 дней. Для Play Market это действует точно так же, где-то от 3, от 6 дней до 60 дней. Вот так вот. То есть, имейте в виду, поступают деньги на тот счет, с которого был ранее списан баланс, за что у вас там было. Смотрите, друзья, в качестве благодарности сделайте так, чтобы это видео было популярным. То есть, делитесь с ним, обязательно оставляйте комментарии положительные, ставьте лайк, чтобы люди видели, действительно, этот видеоролик рабочий. Это для меня очень важно. Также сделайте еще небольшую просьбу для меня. В описании под видео есть ссылка на мой второй канал, называется Just Run. Перейдите, подпишитесь, точно так же рекомендуйте друзьям, близким, знакомым. Для меня это будет приятно. Я для вас постарался, подробно показал, рассказал, дал все ссылки, напоминаю, в закрепленном комментарии, чтобы вы не путались, вам было все понятно, расписал, разжевал. Но также оставляйте ваши комментарии, для меня это будет очень важно, если что-то будет непонятно. Дальше больше, скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова